А перед началом этого видео я бы хотел вам посоветовать канал крутого чувака по имени Кит. На канале вы сможете найти разные видосы на любой вкус, летсплеи, обзоры, прохождения и многое другое. Так что быстренько нажимаем ссылку под описанием, подписываемся на канал и обязательно ставим лайки на все видео этого человека, потому что не посмотреть эти видео просто нельзя. Всем-всем-всем-всем-всем привет, дорогие друзья, подписчики и любители великолепных игр, с вами как обычно Хантер. И сегодня мы с вами будем продолжать играть в просто замечательнейшую игру, подозреваемый Walking Dead. Смотровая площадка. Давайте посмотрим на смотровую площадку. Карта, руины, а вот музей гражданской революции. Интересно, нашли Майка Бонни что-нибудь интересное. В общем-то обычная карта, смотреть ее особо-то не интересно. Здесь посмотрим какие-нибудь с вами объявления. Закрыто, до особого распоряжения, тра-ля-ля-ля-ля. Как видите, все переведено. Это очень круто, очень. Спасибо большое за перевод. Что бы мы без него делали. Так, тут была Сара, давайте посмотрим. Поговорим с ней. Сара, знаешь, что Ребекка скоро... Они собирались бросить меня, правда? Я не знаю, Люк пытался спасти тебя. Люк пытался тебя спасти. Почему ты не бросил меня? Мышь подруги. Я думала об этом. Мы друзья. Мы друзья. Я никогда не смогла бы быть таким хорошим другом. Мне просто нужен мой папа. Когда он придет, мы все должны вернуться в хижину. Там мы в безопасности. Он не вернется, конечно. Наверное, надо было и сказать правду, ребят. С ней все будет хорошо. Хватит разговоров. Наверное, была... Ну, блин, я не знаю. Я думаю, сейчас не нужно говорить ей, что он не придет, потому что ей и так еще будет хуже. Нужно просто, наверное, как бы ее поддержать. Она и так, наверное, все поймет. Мой музей Паркерсран, дорогие друзья. Блин, смешное название, капец. Ну что ж, идем, я так понимаю, за Майком и Бонни. Посмотрим, что они там делают. Хороший музей с виду. И много трупов. Уж, какой. Музей гражданской войны. Эй, Клем. Я думала, ты пошла с Джейнс. Она все еще с нами. Я оставил ее на площадке, я верь ей. Мы нашли место для Ребекки. Смотровую площадку с сувенирной лавкой. Довольно-таки высоко и защищено от ветра. Это здорово. Просто дай мне минут 10, чтобы осмотреться. Он не хочет возвращаться с пустыми руками. Что? Я просто хочу помочь. Ну что ж, дорогие друзья, снова нам дают свободу. Присматрив за лесом, не хочу, чтобы к нам кто-то подкрался. Ну, это будет просто... нельзя. Так, дайте с вами посмотрим в одинокулю. Кстати, водяной кулер. Может, там есть вода? Нам же нужна вода, сказали. Ты не думаешь, может, они сказали про воду и одеяло, чтобы спроводить нас? В кулере все, судя по всему, пусто. Так. Поговорить с Майком. Давайте поговорим с вами. Надеюсь, мы найдем что-нибудь, что сможем отнести назад. Хорошо, давайте с вами посмотрим. Так, пушка. Ну, в принципе, теперь-то мы с вами про пушку все знаем, что у них залито... Залито дуло. Поэтому, в общем-то, пушка бездействована. Смотрите, пулемет еще. Старая гвардия. Информация. Блин, все на русском, круто. Да, они для вида. Удобно, однако. Стреляет действительно громко. Хорошая мысль. Но они не рабочие. Так. Давайте с вами смотреть что-нибудь здесь еще. Пальто. Кстати, вроде же просили одежду. Может, это пойдет? Эй, гляньте на это. Старое пальто. Отлично. Хорошая находка, Клем. Ты хочешь это? Можно дать ее Ребекке. Мы могли бы использовать это одеяло. Его в качестве одеяла. Кенни сказал, что нам нужно одеяло. Это не очень похоже на одеяло. Но у нас годится вместо него. Хорошая мысль. Ну, у тебя уже есть эта старая куртка, которую я тебе дала. Я чувствую себя ужасно из-за того, что произошло. Надеюсь, ты не всегда будешь думать так обо мне. Теперь ты с нами. Ты это компенсировала. Ты наконец поняла, что коробок. Ты все-таки с нами. Теперь уже. Самое главное. Клем нашла курточку. Это прекрасно, но... Она серая, понимаешь? Мы не сможем одеть Ребекку в пальто конфедерации. Какая разница? Что ж, думаю, это лучше, чем ничего. А какая разница, чем одевать? Главное, чтобы было тепло и ребенку было комфортно. И какая разница, хоть там, блин, вообще коммунисты. Так, это, в общем-то... Либо понравилось это место. Эх. Блин, как вспоминаю про Литок. Прям. Грусть какая-то накатывается. Что здесь еще есть? О, смотрите. Киоск с билетами. А теперь смотрите. Теперь можно взаимодействовать с дверью. О, круто. А что, Майк типа не видел? А, она закрыта. Ничего интересного. А коробку, что? Майк что-нибудь в коробочке там не нашел? Может, он не увидел ничего? Зачем ты снимаешь коробку? Эй, Клемушка. Что? Затвора. А, попасть туда через эту штуку. Точно. Это... А вообще, Клем никто не может помочь. О, это что, вода? Да, смотрите. Судя по всему, Глемушка нашла воду. Воду? Воду. Вода. Чистая в бутылках. То, что нужно. Смотрите-ка. Это очень круто. Она заберта. Не хочешь вывить ее? И это создает очень ужасный шум. Возможно. Знаешь, если бы кто-нибудь был достаточно мелким, он... Ребят, такие намеки! Такие намеки! Попробуй открыть дверь еще раз. Ладно, я пойду. Ну, давайте с вами пойдем. Они такие намеки. Если бы кто-нибудь был маленьким, он бы смог бы туда пролезть. Но я даже не знаю, кто бы смог пролезть и кто такой у нас маленький. Ах, Клемушка, точно! Ну, почему бы тебе не залезть? Это, блин, гениально. Главное, чтобы мы с вами не застряли. Блин. Ладно, может я оттолкнусь. Вот. А-а-а! О, боже! Ребят! Двушевая дверь к чертям! Убей его! Убей скорее! Это было страшно. Спасибо, Майк. Спасибо. Я даже читать другие варианты не хочу. Нужно сказать ему спасибо. Он помог. Но следовало бы быть более осторожны. Да. Вообще-то я маленькая девочка, а вы как-то... Ну, хотя бы у нас есть, что взять с собой. Я проверю другие комнаты. Давай возьмем воду. Ты хоть, чтобы я взяла эту бутылку. Кстати, он довольно-таки... Нелегкая. Особенно для клеммушки. Ну, зря мы так стараемся. Эй, я возьму. Ну, вот пусть большой, взрослый мужик будет ее нести. Чего должна нести маленькая девочка? Выглядит довольно тяжелым. Эээ, все в порядке. Не знаю, кажется, что здесь много, но она быстро закончится. Так выглядит. Ты прав. Мы придумаем план. Ты прав, да. Вода, она как бы... В это время вода, она очень дорогая. И между нами она плохо... Кто-то плохо будет. Ребята? Ну, что ты там нашла-то? Пошли, будь рядом. Воду-то так не оставляй. Ну, что? Она вошла сюда, как будто это ее дом. Представляю, как хорошо будет на ветке. Мы съедим ено... Это енотка! Я бы съел дерьмо еноту. Не то, чтобы я имел в виду, просто я был бы в крайней счастье съесть этого енота. Я голоден. Все же мясо поможет Ребекке. Хорошенький енотик. Укрытие. Ищем енота. Где енот с вами? Ребятки, я... Все. А, енотка! А! Ой, блин. Ну, надо стрелять. Не надо, да. О-о-о-о! У нее детишки. Теперь я хочу есть больше, чем раньше. Почему-то даже я рад, что они блядали. Вот отстой! У нее была семья. Ну, я тоже. Пойдем, дайте просто отнесем все это Ребекке и остальным. У нас мало времени. Да, было весело. Давай сказать, что я руки устали. Не, я могу это делать весь день. А! Я думал, там убивают. Души, как тебе я сказал. Как я тебе сказал. Ой, черт. В принципе, я был почти... Блин. Кого-то живет. Клиент, Клиент, Климентинка. Ну, черт, ходячий. Как они подобрались так близко? Никто не заметил. Где мой люк? Кенни, мы должны что-то сделать. Эм... Просто продолжайте сохранить ребенка в безопасности. Мы не сможем оставаться здесь. Климентин, где-то место, где... Которое ты с Джей нашла. Я покажу вам кто-нибудь. Помогите мне. Майк, помоги, Кенни, Майк, в воду. Майк, в воду возьми. Воду надо взять. Потому что я думаю, Кенни-то не совсем дурак, чтобы, блин, оставаться там годами. Сара, идем. Потому что Сара и сама может дойти. Блин, блин, Кенни, эй, ты куда? Один на один, ты решился мстить, что ли? Чесос. Клэм, я не думаю, что он в порядке. Он просто защищает нас, он в порядке. Он защищает нас. Хватит думать, что он не в порядке. Я верю в Кенни, ребят. Буду верить в Кенни до последнего. Кенни! Кенни, быстрее! Блин, ты взял одну бутылку, надо было взять две бутылки. Черт! Ну ладно, хоть что-то. А где Кенни? А, фух. Слава богу. Мать честная. Так, ну здесь, я думаю, Джейнс с люком уже что-то сделали. Печел. Э! Че-то ж... Что происходит? Че происходит? Я не понял. Э, вы хрен в области сделаете. Кенни, что происходит? У нас тут хрен вот очень ходячих, за которыми ты должен был присматривать. Подождите. Просто скажи мне, что происходит. Люк, заткнись, рыбака рожает. Ходячий прям... Ходячий за нами, ребята! Забейте на все подряд. Там еще лестница. Фу! Господи, ужас! Дать таблетки, ты будешь в порядке. Давайте дадим таблетки. У меня есть таблетки, я думаю, они облегчат боль. Что это? Похоже на оксидон. Я хочу их! Я хочу их поверить, они не противопоказаны. Дайте мне гребаные таблетки. Все, они лезут по лестнице. Так, мы здесь, мы должны что-то делать. Хочешь помочь, убирайся, держи ходячих подальше от нас. Я сделала это, у меня бывало такое же раньше. Что должны делать? Я остаюсь помочь, я помогу... Давайте поможем снаружи, потому что от нас толку, мне кажется, в природах мало. Вот, а снаружи мы, может быть, сможем помочь. Ё-моё! А железные же прутья, может они... Раз. Так, давайте, у нас сейчас есть время выцеливать. И давайте с вами будем выцеливать все эти зомби. Ой, как это жирно идет. Слишком много. Они же, блин, не знаю, что делать, ребята. А, все-таки, да, они проломают. Найди, чем заблокируйте дверь. Пушка! Почему бы и нет? Я помогу, уже иду. Я бы ищу сразу, прям, пушка приметилась. Она же огромная, мать его, с бетоном наполненная. Давайте, сейчас все сделаем. Погнали! О-о-о-о! Вау-оу! Тихо! О-е-моё! О-че-черт! А-а-а! Кто упал? Мать вашу, Сара! Э-э-э-э... Мать вашу! Какую, как... Как мы Сару спасем-то? Давайте сначала... Нет, только не говори, что я ее сейчас сожирую. Блин, давай... О-о-о... Блин... Блин... Блин, а как они не лезут? Обручьте настил, разве... Надо обрушить настил, это самый адекватный вариант. Каким образом? Она права, она права, обручьте всю площадку. Не серьезно? А как это сделать-то? Я не знаю, смотритесь. И че смотреть? Давайте шибанем по тросику. Не сработает слишком толстая. Сломанный настил. Блин, не вариант. А-а-а... Че еще-то можно использовать? Вот еще что-то. А, смотрите, они же выдернутые шурупы-то. Эти гвозди, болты. Их можно как-нибудь подцепить, наверное. Это сработает. Разломаем крепление, и вся конструкция упадет. Давай, черный мужчина, поднимай меня опять. Все, а теперь время, время, просто время для времени. Давай, клеммушка. Долби, долби, долби. Не орите на маленьком. О-о-о-о... Ну, теперь, Сарюш, точно капец, ребят. Но, тем не менее, мы все обрушили. Что такое случилось? Все плохо? Фух, ну, слава богу, ребенок жив. О-о-о... Это, это жестко было. Молодота, что уж все подумали, что ребенок не выживет. Добавок, мы потеряли Сара. Ну, может быть, это и к лучшему, ребят. Она была слабым звеном. Простите меня за такие слова, я не хочу. Привет, Левентина. Как у него дела? А, все-таки это он. Или она как бы ребенок. Он похож на Элвина. Что нам теперь делать? Что нам теперь делать? Мы не можем оставаться тут, не так ли? Мне нужно отдохнуть. Холодает. Клементин, я не могу думать об этом сейчас. Мы что-нибудь придумаем, но не сейчас. Она что, больная, что ли? Я в порядке, я в порядке. Мне бы только согреться. Клем, почему бы тебе не дать ей то пальто? Да? Извини, ну, знаешь, за цвет. Ты действительно думаешь, что меня это заботит? У тебя о том же, какая-нибудь. Ты хочешь его подержать? Я не знаю как. Я не знаю как. Это несложно. Просто держи его поближе и поддерживай голову. Убаюкает, он клачет и идет. Давайте попробуем его убаюкать. Тебе идет. Как большая сестра. Дай мне его подержать. Вы обе должны отдохнуть. Особенно ты. Я вот это последний раз спал, Кенни. Где-то два года назад. Я в порядке. Когда ты должен приглядеть за тобой, кто-то должен приглядеть за тобой, пока мамочка наслаждается сном. Ты никогда не забудешь этот запах. Куда Джейн пошла? Что ты делаешь? Слушай, извини. Мне нужно идти... Э, куда? Я понимаю, что значит... Что значит Люка? Куда? Ну, далеко, ясно. Знаешь, Джейми, Сара... Я не собираюсь оставаться и... смотреть на то, то же самое произойдет с тобой. Я думал, ты в меня веришь. Я не такая, как они. Но все будет хорошо. Конечно. Но любая удача со временем не кончается. Короче, когда все идет наперекосяк, а это случается, всегда помни, что ты можешь выживать в одиночку. Это никого не устроит, если все пойдет наперекосяк. Не дай им утянуть тебя. Ты им ничего не должна. Я не знаю, можно мне с тобой? Промолчим давайте. Я не знаю, что ответить. Я с ней как бы и не хочу, и... Я это имела ввиду. Бери. Не нужно недооценивать универсальность. Оставь себе. Ей, наверное, полезнее, чем у пилочка. Мы-то... У нас есть отвертка, мы с пилочкой-то не умеем обращаться. Наверное. Жалко. Очень-очень жалко. Здравствуй, Люк. Эй, думал, что ты уже спишь. Ты в порядке? Неважно, нет. Я в порядке. Хорошо, отлично. Адская ночка, впрочем. Я не знаю. Холодает. У нас кончается еда. Думаю, нам надо остаться здесь ненадолго. Ну, Ребекки и ее ребенку. Так что, как цветает. Джейн, я сходим, поищем что-нибудь полезное. Что? Джейн ушла навсегда. Что? Когда? Только что. Ты серьезно? Она просто ушла, ничего об этом мне не сказала? Какого черта? Что ты так злишься? Парень. Эй, завались. Прости, прости. Я просто Джейн ушла. Серьезно? Люк, детская ерунда. Детская, черт возьми. Кенни, ты знаешь что? Просто отстань. Нет, ты поставил в нашей жизни. Жизнь этого ребенка под угрозу, чтобы вы могли... Как... Он ведет себя к придурке, и Люк не сделает ничего плохого. Слушай, мне очень жаль. Ладно, я облажался. Но знаешь что? Джейн, она предложила... Господи, я нуждался в этом ясле. Я хочу сказать... Посмотри вокруг, ладно? Все полно отстой. Так, прости меня... Желанием... Мгновением, что-то там было. Хорошо, но этот ребенок только... Он сейчас имеет значение, понят? Так что соберись. Кенни, где мой ребенок? Все в порядке? Все просто замечательно. Нам нужно найти хорошее место, чтобы воспитать его. И это точно не здесь. Мы направимся на север, доберемся до Веллингтона. Это лучший вариант. Там есть город через реку. Там может быть безопасно. Или хотя бы там можно будет передохнуть. Кенни! Я извини. Клем права. Может быть там целый город, полный припасов, и недалеко отсюда. В любом случае, намного лучше, чем здесь. Похоже, наш лучший выбор. Нужно отправиться в путь как можно раньше. Уходим на рассвете. Во-во-во, а что ты говоришь? Ребеке надо отдохнуть хотя бы несколько дней. Смотрите, снег идет. Мы должны отправиться утром. Надо отправляться, ребят. Смотрите, снег пошел. Ребеке не в том состоянии, что передвигаться. Со мной все будет хорошо. Если есть шанс найти еду, то мы должны рискнуть. Хорошо, отлично. Если вы так хотите. Слушай, нам всем нужно попытаться поспать. Это был долгий день. Лучше сейчас поспать. Нужно на утро идти. Ребят, смотрите, снег идет. Получается, скоро зима. Не смотри на меня так, Люк. Извини. Хорошо, Люка, все будет хорошо. О, ребята, я вас поздравляю. У нас, дорогие друзья, зима. Да. А вы хотели ждать? Ну, это не вы, а я просто говорю то, что все-таки правильно, что я сделал. Выбрал идти на следующий день. А если бы мы подождали, было бы еще холоднее. И что тогда? Вообще, все нафиг замерзли. Блин, у Клем до сих пор... Ой-ой-ой. Не шрам, а вот этот. Она измотана. Мы все измотаны. Я могу продолжать путь. Нам следовало остаться, нам следовало остаться, пока ей не станет лучше. Там ей было не стало лучше. Нам нужно найти еду, заставить ее куда-нибудь в тепло. Это, по-твоему, теплое место? Мы все еще... В холоде, держитесь там. Нужно продолжать движение до наступления темноты. Ты даже не слушаешь других, просто раздаешься им приказы. Спор не поможет, нам нужно идти. Спор не поможет. Не забывай, прошлой ночью ты согласился, что нам нужно выдвигаться как можно раньше. Ну да, я это не имел в виду, надо... Блин, капец, кажется, Ребекка отходит. Потихоньку. Отъезжает. Ребекка, давай я подержу ребенка. С ним все в порядке, я держу. Нет, отдохни минутку, я просмотрю за ним. Отвали Кенни, она сказала, что не хочет давать тебе ребенка. Не дури, ладно? Не он не твой ребенок, я не знаю, что это. Он хочет просто помочь. Он просто хочет помочь. Смотрите, парень идет тот же. Или нет? По-моему, тот же. Да, он русский все-таки. Арвар? Я и Джин, встретили его на смотровой площадке. Пока остальные не пришли. Ты знаешь этого сукину сына, что ему надо. Кажется, у него больная сестра, мы должны помочь ему. Кажется, у него больная сестра. Возможно, они в проблеме. Верно. Ну, здравствуй, теперь мы тебе можем помочь, в принципе. Хотя у нас все не так круто. О, так я не молодец. На всякий случай. Тебя зовут Крементина, да? Это твой друг. Гарри Поттер какой-то. Гарри Поттер in Russia. By Russia, bitch. Я надеюсь, что вы поможете мне. Что тебе нужно? Как твоя сестра? Я сожалею, я заучился. Что тебе нужно? Мне нужны вещи, бинты. Мне нужны бинты. Они в бинтахи. Ты ранее? Никакие оружие! Никакие оружие! Никакие оружие! Блин. О, черт, ребят. Это они? Да. Это они. Это они. Я думаю, все слышите. Скажите им, чтобы они поставили их оружие на пол? И что вы забираем все, что они имеют? Что ты хочешь, чтобы я задержу проблем? Что смешал? Что бы у них нет? Нам не нужны проблемы. Я рассказала им, ты одна из тех, кто ограбил меня. Они считают забавно, что всего лишь маленькая девочка. Ограбил? Ой, они хотят, чтобы твои друзья отпустили пушки, чтобы мы смогли забрать вещи. Я взяла только таблетки. Давай сего говорим. Я взяла только таблетки. Жень же забрала ваши вещи, не мы. Вам не за что мстить нам. Джейн, где другая женщина? Что происходит? Я не знаю, она ушла. Она ушла. Бросила группу. Это ловушка, я знаю, что. Не прячется. Я знаю, что они прячутся. А ну тихо. О боже, ребята, это трэш. Что сейчас происходит? Скажи, что они опустили оружие. Олевью. Скажи, мне стырять, мы пусть вооружен все сделают. Ребята, я не знаю, что делать. Что происходит здесь? Она говорит. Варианты, я не позволю тронуть ребенка. Блин, у нас еще точно ребенок. О, черт, ребят, я не знаю, что делать. У них глядничковый ребенок. Если ты знаешь, что хорошо для тебя, опусти оружие сейчас. Какого черта? Я не буду ничего опускать. Идите нахуй. Блин, опять надо запикивать. Даже не пытайся, ублюдок. Уверяю, что стреляю лучше, чем ты. Я завалю вас обоих. И вы даже не моргнете. Мать честная, ребята, что происходит? Я сты... Блин, она... Ребят, она зомбия. Мать вашу. Мать вашу, она зомби. Мать вашу. Господи. О, боже, ребята. What the fuck, что сейчас произошло? Обалдеть, ребят. Обалдеть. В общем, вот такая получилась серия. Это конец четвертого эпизода. Последний эпизод, который сейчас доступен. На этом, в общем-то, заканчивается эта серия. И на время заканчиваются наши с вами похождения в The Walking Dead. Потому что пятого эпизода еще нет. Вот. Но я с нетерпением буду ждать его. Вот, и я надеюсь, я думаю, и скорее всего так и будет, я запишу пятый эпизод тоже. Вот, на это, ну, уже как он выйдет, я его, в общем-то, запишу, чтобы не было задержки. Постараюсь его записать. В общем, вот такая получилась серия. Сара... Ой, не Сара. Как ее звали-то, мать ваша? Я уже забыл. Она стала зомби, она превратилась, она умерла, она превратилась в зомби. И позвать на помощь, я думаю, был бы вообще глупый вариант. Потому что все на взводе, все на прицеле. И, мать вашу, это, блин, капец. Там бы всех перестреляли. Хотя я не знаю, что было. И вот эти звуки, когда все начали друг друга палить, это капец, ребят. Остается только гадать, что будет в пятом эпизоде. На самом деле. Боюсь представить, что мы окажемся с ребенком, если всех перестреляют. Потому что вы видели, что там происходит? Это просто эпик какой-то. Все со стволами, и наши, и эти, и не наши, и, блин. Это ужас, мне кажется, выживет только ребенок. И The Walking Dead Season 3 мы будем уже проходить с вами за маленького ребенка, ползая, изничтожая зомби. Ужас. На самом деле, пища для размышлений. В общем, дорогие друзья, на этом все. Я буду признателен, если вы поставите лайк этому видео. И желательно, если вы будете ставить лайки всем другим видео. Также я буду очень рад, если вы подпишетесь на канал. Также вы можете порекомендовать этот канал своим друзьям. И не забывайте оставлять комментарии. Потому что я комментарии читаю, и мне интересно отвечать на ваши комментарии. Мне интересно читать их. Может быть, вы что-нибудь можете предположить по поводу пятого эпизода. Если у вас есть какие-нибудь идеи, то пишите в комментарии. Мне будет очень интересно их прочитать. Потому что, почему бы и нет, это на самом деле очень интересно. У каждого, наверное, свои есть мысли по поводу пятого эпизода. Вот. В общем, на этом все. С вами, как обычно, был Хантер. Не забывайте подписываться, ставить великолепные лайки. С вами был Великий Хантер. Господи, я заговариваюсь, ребят. В общем, всем удачи, всем пока.